Волны вместо дорожной пыли и придорожные столбики, больше похожие на буйки. Так еще вчера выглядели дорожки в садоводческом товариществе «Факел-2». Потоп начался ночью совершенно неожиданно, уже после того, как ливень закончился, утверждают очевидцы. За ночь на некоторых участках вода поднялась выше, чем на полметра. В итоге затопило несколько гектаров, уверены местные жители. На машине нельзя проехать. Есть такие места, там где-то было уже воды по шее. Затоплено здесь, наверное, гитар-3, 150 участков это примерно. По данным МЧС, пострадавших участков примерно в три раза меньше. Информация сейчас уточняется. Эти места уже заливало. Многие из нынешних дачников тогда только купили свои участки, поэтому ущерб был небольшим. С прошлого разлива прошло три года, но единого мнения о причинах подтопления у местных жителей до сих пор нет. Говорят, что это происходит какой-то сброс. Где-то в районе Булатникова или где какое-то водохранилище, и оно переполняется, и происходит сброс воды. Вроде так. Воду из водохранилищ не сбрасывали ни в 2013 году, ни сейчас, уверяют власти Ленинского района. В затоплении виновата погода и не очень удачное расположение пострадавших садоводств. Рядом с участками протекают сразу несколько речек. И в Москве, и в Подмосковье все водоемы переполнены. Уровень рек поднялся. А это СНТ, факел 2, у нас в общем-то проблемный участок. Их подтапливают и во время весеннего половодия. Находятся в пойме реки Бица. И вот сложилась такая аварийная ситуация. Это сегодняшние кадры из пострадавших садоводств. Видно, что вода спала, благо ливни прекратились. Гарантированно защитит от подтоплений только строительство дренажной системы в товариществах. И реконструкция русла ближайшей реки Гвоздянки, говорят власти. Только вот ответственного за эти работы найти сложно. Реки в ведении федерального правительства. А находятся они часто на границе районов Московской области. Пока ищут главного, жители подсчитывают убытки. Алексей Пименов, Евгений Петров и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.